Ой, сто лет не пекла себе хлеб из миндальной муки дрожжевой Наконец-то сподобилась Сейчас посмотрю, что у меня получилось Попробовала деревянной палочкой Но еще подержу обычно час с лишним Сейчас у меня час простоял Пусть еще постоит минут 20 Будет нормально Остатки наших помидор Очень вкусные помидоры получились Хотя было холодное очень и лето холодное Но помидорчики выросли обалденные Вот последнее все Сейчас дорежу в салатах И надо уже доесть Потому что они долго стоят Уже как-то это Не долго, но остатки Обычно остатки остаются И никто их не хочет есть Стоят, стоят В общем, или выбросишь Или это уже надо спасать Как говорится, помидоры Так, достала вот хлеб Из духовки Мне кажется, у меня не пропекся Вообще, я положила меньше муки, чем обычно Она мне показалась густая Я что-то не стала больше докладывать Но, наверное, все-таки надо было Я просел Ну, ладно, попробую до печи Все равно я... Он готов, в принципе Я его все равно в тостере потом Перед едой всегда жарю Поэтому, наверное, еще немножко подержу Вот на решетку положу И все На этом Вообще он вкусный Жду, не дождусь Чтобы с масочком его покушать Так у нас стоит Безветренная такая погода Хоть и влажно стало Но очень хорошо на улице Прям А, кот ломится Я его не выпускаю Замучил Таскает грязи столько Сделали зачем-то дырку ему Я уже пожалела сто раз Так, выпустил, запустил И все Но это без нас, когда он остается Конечно, дырка нужна Вот Вот он Ломится, ломится в дверь Нет, не падешь Выбегает грязище Вот эту вот всю грязь Тащить домой Только я ему лапы оботру Заскочила Только оботру его всего Дождь шел еще утром Такой мелкий-мелкий И он весь мокрый И лапы грязные Вон какая грязь Это ж Ой Короче Загнала домой Закрыла дырку на замочек Там есть замочек, хорошо И не выпускаю его Сейчас здесь вот все подмету Но это все равно все вымывать надо И все равно грязь-то найдет Он лезет на землю Бегает Тут с другими котами Какой-то кот тут наповадился ходить Не его ли это сестра Или брат, с которым он жил в прошлом доме Тоже все время сюда подходит И убегает Я выйду, он убегает Вот А тот, значит, его видит В окошечко там смотрит Сидит или так И вот туда-сюда Через пять минут Заскочит Выскочит Заскочит Выскочит В общем, загнала Сейчас здесь немножко Эти листья смету С дорожек Заскочит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, приезжаю я Мне надо доспать обязательно Эти часы я хорошо Есть возможность такая, что Дома никого нет кроме кота И я высыпаюсь Ну, ложите сплю Если мне хочется Если мне что то solutions Ну и погода есть, конечно если видно за окном дождь у нас кстати прогноз сейчас показали он это не радует в понедельник вечером будет по-моему в наших краях 10 сантиметров снега это вообще конечно стихийное бедствие здесь кто меня давно смотрит кто вообще что-то знает про англию это здесь не меняют рези резину допустим на зимние вот здесь все встает не по изданий не теплохода я имею ввиду машины машины трудно ездить и так далее в общем в общем так пошла за кастрюли в кладовке там не помещается так и захотел мой муж с баранины купили мясо кстати у нас сейчас меня спрашивали идея купила такой авокадо уже порезанный кусочками готовые очищены и заморожены пакетиках вот в этом магазине это магазин для ну как как сказать холлсейл опытовая продажа вот у нас раньше был магазин макро и он есть в других городах до сих пор а у нас его почему-то закрыли и мы по этой карточке там членская карточка должна быть мы по ней ходим теперь прям с нами рядом возле дома прям конечно это удобно но тут магазин мне больше нравился макро но здесь тоже вот мясо продают большими такими партиями можно купить замороженные продукты и все такое закупаются ресторанные бизнесы там кто едой занимается то мы туда один раз зашли после этого макро и подумали что здесь можно приходить закупать мясо мясо хотя бы для нас для себя вот купили мясо купили баранины даже там нам показалось немного дешевле чем супермаркетах расфасовка расфасовках мелких и нормальный сразу купили побольше правда не все это мне купила курицу ладно это рядом можно съездить а так все купили баранину и вчера дело из баранины гуляж вкусный получился сегодня он горит вами свари супчик и вот он спит я ему супчики варю вот как обычно у утром для меня это мое время мне нравится никто не мешает никто тут не бегает вокруг тебя тем более мы сейчас вдвоем вот и свободно можно поговорить суп харчо говорит давай ну давай сварим харчо правда никогда не варила обычно у нас куриные супчики борщ идет в ходу тут так что я хотел сказать короче спрашивают а в каком магазине то я не договорила магазин этот называется кэш-эн-карри такой магазин манчестер я не знаю везде он или не везде есть если вы из другого города поищите у себя кэш-эн-карри ну я думаю эти замороженные замороженные аппокады они есть мне кажется должно быть не только в этом магазине но очень удобно сейчас покажу кто не знает о чем речь так вот такой вот замороженный продукт ломтиками прям нарезано достаешь они вот таким и очень удобно не надо чистить не надо париться за тем что такое авокадо купил или плохого качества очень часто бывает и морозилочку положил красота красота мне очень понравилось поэтому очень даже рекомендую за окном ко мне через два часа на стрижку надо так и сейчас я мясо порежу сварю его потом сделаю зажарку лук томатный томат свой сделала вот у меня в баночке ну правда мало из своих помидор Антону понравилось очень и что-то у меня помидор нет пожалуй я помидоры свежие за это это я оставлю у меня всего две баночки и Антон ел с шашлыком он говорит так вкусно свои помидоры сама делала красота нет пожалуй это в суп не буду красить нифига вот это я захомячу вот есть магазинские помидоры я их ну их я правда ну фиг с ними все равно там это надо ой надо это надо это я чихнула вспомнила мы когда приехали сюда мне так удивительно было в автобусе кто-нибудь чихнет и говорит сори так сам себе но вокруг вокруг как говорится этим окружающим ой сори в Манчестере мне кажется но я в Манчестере конечно в автобусах нет мы ездили в автобусах так как то не это или уже привыкли не бросается в глаза или не говорят здесь что-то я вот даже нет не могу сказать про это так это жилистая нога не знаю как он собрался суп есть но вроде ну пусть есть она полно этих про жилок жилок я вот как-то сама супы очень редко ну прямо редко при редко одно время брала марк инспансере томатные супчики пюре они мне нравились ну поела как-то все в общем я редко ем супы не это а Сережа все время суп просит он любит суп но ради супа к нам говорю приезжай заезжай суп будешь есть нет я устал поеду отдыхать говорит правда на работе устает и едет долго потом с работы час-полтора выходит трафики жуткие в городе вот просто и последнее время стало так много полиции на дороге что-то невероятное как будто я даже удивляюсь что-то как будто происходит но не каждый же день происходит мы когда сюда приехали приехали из лондона в лондоне жили и у нас квартира была стояла прям вот на перекресток дорога и перекресток и вот эти вот постоянно сигнал сигнальные машины это сигнализация от полиции постоянно постоянно круглые сутки практически хотя по ночам они должны ездить с сигнал с сиреной вот и и мы сюда переехали во-первых здесь было очень намного меньше машин чем сейчас просто сильно намного сейчас очень много машин и не было полицейских вот этих сирен мы так от этого отдыхали я передать не могу а сейчас и вот прямо недавно мне кажется стало вот на дороге не проедешь ни одна поездка не проходит без полиции почему это запоминается потому что ты должен уступить дорогу ты обязан съехать остановиться практически не ехать если ты мешаешь полиция если едет и ты не мешаешь на дороге или как-то то ты должен остановиться и пропустить и все внимание полиции поэтому это заметно вот и что такое не знаю и люди пишут тут next door у меня приложение сайт такой по району вот на такой-то улице было много полиции не знаете что такое не понятно что-то такое непонятное но очень много полиции и тут смотрел одну девушку она тут недавно живет приехала она по-моему они жили в новой зеландии какое-то время а сейчас переехали сюда мужем и живут здесь и вот она удивлялась возмущалась и так далее значит был у них такой случай недавно они поехали в другой город отдыхать оставили машину на парковке и пошли туда куда-то ну поесть попить там погулять в городе баз старинный маленький городок ну и когда погуляли обнаружилось что у них взломали машину разбили по-моему да разбили стекло и забрали ее лаптоп в общем рюкзак с какими-то там карточки были и лаптоп был компьютер вот она они значит бросились в полицию звонить но я про то что это люди новенькие которые здесь ну не знают толком жизнь вот мы уже за такими вещами ни в какую полицию бы не побежали во-первых сглаз сглаз с обзора в машине в общем все надо убирать все абсолютно что может спровоцировать людей которые бьют стекла и залезть в машину все нужно убрать вот это у меня выработалась такая привычка Сережа разглядяя он там бросает до сих пор все хотя ему же когда-то разбили машину дома оставил перчатки на заднем сиденье и ну темно было как бы их не видно было черное и у него расколотили машину вот мы только сюда переехали вот и в общем я никогда я никакого пакета даже не оставлю на виду все спрячу вот они конечно они видимо не знали ну и у них их просто бомбанули ограбили и она говорит мы кинулись в полицию звонить полиция говорит там вообще этим не занимаемся и правда полиция здесь не занимается никакими кражами никакими ни машинами никакими другими как здесь работает все здесь работает все на страховку то есть ты должен застраховать ты обязан страховать машину без машины кстати я не поняла у них страховки что ли не было на машину но это они так рискуют это такие штрафы бешеные прилетят все, их обнаружат, что они без страховки ездят на машину, вот, и полиция сразу отправляет страховочную, то есть обращайтесь и все, и разбирайтесь, там, там выплатят, полиция не пойдет расследовать, перчатки пальцев снимать, не, 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 это вообще ни о чем, но они добились, они, значит, позвонили, начали возмущаться, как это так, за что я получу налоги, полиция не работает, правда, мы платим налоги, на полицию тоже, бешеные налоги, вот, и они сказали, что давайте расследовать, у чего сидите, в общем, короче, они отхватили такой головняк из-за этого, они добились, что там в суд пошли и все, все, все дела, суд подали, и они, ну, абсолютно ничего не добились этим, просто потратили время, нервы и так далее, вот, поэтому, даже если тут какой-то, ну, нормальный человек не пойдет бить машину, правильно, бить машины те, кто нуждается в наркотиках, например, что-то продать им надо, добыть как-то деньги и так далее, такой вот народ-то, вот, а так как наркоманы здесь считаются больными людьми, им тут все блага, вот, и они тут, даже если он разбил машину, ему ничего не будет, вот, поэтому, а она-то возмущает, девочка эта, которая видео делала, она говорит, как же так, молоденькая такая, как же так, я плачу налоги, и какие еще налоги плачу, и там на благотворительность, мол, типа, даю, а тут никакой защиты, ничего, это предоставлено сам себе, да, это так, это так, если ты заявишься в полицию, что тебе скажут, ну, ты, наверное, сам виноват, ты хорошо подумай, зачем ты, вот, в данном случае, зачем ты оставлял машине на видном месте, хотя даже в правилах, да, да, в правилах даже, когда учишь вождение и учаешь, там прямо написано, не оставлять на виду ценные вещи, вообще никакие вещи не оставлять, это в правилах, и все, я тебя скажу, вот, извините, ты сам виноват, ты что, не знал, не знал за твои проблемы вообще, поэтому бессмысленно, берегите свою машину сами и так далее, и даже в дом, если к тебе залезут, если у тебя не было страховки, на вещи на твои, там, на что-то еще, что можешь заявить, чтобы страховка тебе определила, что у тебя украли, и, ну, а страховки вы сами, понимаете, да, страховочная компания также будет доказывать свою правоту, то, что ты, ну, сам виноват, ты вот здесь вот не просмотрел, вот здесь вот у тебя застраховано, что у тебя дверь была, должна быть закрыта днем на замок, а ты, она у тебя открытая стояла, или там ты сам ключи в машине оставил, у тебя ее угнали, сам виноват, понимаешь, какая страховка вообще, а на следующий год тебе страховку еще и повысят за машиной, в следующий раз, если ты обратился в страховочный случай у тебя был, так что еще и тот головняк, сохраняй сам себя, без всяких этих привлечений на страховку, мы просто так платим, я считаю, даже не знаю, как люди добиваются, каким образом, чтобы страховка все-то оплатила, это у меня знакомая одна, решила застраховаться там, ну, у нее был больной желудок, там что-то еще, мужа там что-то, медицинскую страховку взять решила, здесь же считается, что медицина бесплатная, в кавычках, вот, она подумала, что по страховке она быстрее, здесь надо ждать месяцами, годами, если тебе дали направление на какое-то лечение, например, сколько я уже жду лечения на физиотерапию, ну, три недели уже прошло, я уже сама нашла упражнение, у меня плечо больное, это замерзшее плечо по-английски называется, вот, и я, у меня, ну, в арсенале просто есть такие упражнения, дикуля, я ими давно-давно пользуюсь, тут просто мне на работу надо было предоставить бумагу, что у меня больное плечо, и я это сделала, и он мне врач начал физиотерапию, сначала предложил, да, ему тебе укол сразу поставим, я говорю, нет, извините, делайте уколы себе сами, они другого здесь не знают, они сначала уколы ставят, физиотерапия, это прям праздник какой-то, что-то темно начали, вот, они сначала укол те ставят, если не помогает, если опять, ну, естественно, возвращается эта боль, операция, операцию, бац-бац, все, здесь такое, как сказать, здесь не ремонтируют даже машины, даже органы, они, профилактики тут нет, вот, и ремонтом тут не занимаются, они лучше отрежут, выбросят запчасть, другую ставят, такое, это дешевле им, видимо, обходится, вот, и я сказала, нет, мне не нужен укол, мне физиотерапия, давайте, а физиотерапия, это такая, приходишь, сидит мужик, даже находим, с компьютером, говорит, так, давайте вот такое упражнение, вот так сделать надо, вот так, все, все, типа он меня научил упражняться, а я вам на e-mail пошлю эти упражнения, до свидос, все, физиотерапия, но эти упражнения я сама нашла, и использую их всегда, и сейчас использовала, вот, поэтому здесь надеяться не на кого, надейся сам на себя, сохраняя сам себя, потому лучше не болеть, лучше внимательным быть к своему здоровью, конечно, если уж там никакого этого нет, что надо по врачам обязательно, и вот, поэтому страховки, есть такое дело, платим мы их, только деньги отдаем кому-то, сильно они не помогают, напишите, как у вас работают страховки, вам, вашим, у меня ложка, в ваших краях, недовольны ли вы страховками, поехали мы попить кофе, и потом нам надо в магазин за краской, а какую краску еще взять не решили, будем по ходу ориентироваться, на улице у нас сегодня 5 градусов всего, и это уже прохладненько, вчера сделала стрижку, марго, прихмахер у меня, конечно, золотыми ручками, всегда мне нравится, как она меня стрижет, мне одного нарекания не бывает, никаких срегков,